Жизнь длинную в век. 3 февраля ветеран Великой Отечественной войны Ипатии Ильин отметит 100-летний юбилей. Воспоминания того, кто пережил голод в Поволжье, гражданскую, советско-финскую и Великую Отечественную войны и успел поработать чернорабочим, редактором телевидения и лепщиком брельефов, слушала Ольга Пырочкина. А вот это? Вот моя сестра? Мария? Накануне векового юбилея Ипатии Анисимовича уже подводит зрение, но не память. Его рабочий стол никогда не пустует. Сейчас родные готовят к печати мемуары Ипатии Анисимовича. Там будет про попытку спастись в Сибири от голода, который свирепствовал в Поволжье, и про то, что бабушка с дедушкой, которые остались в Чувашии, его пережить не смогли. А еще о том, как узнала о войне наутро после выпускного из Батревского педучилища. Наши ребята пляшут, а о войне еще не знали. О войне узнали только 10 часов дня. Так из педучилища Ипатий Ильин попал в артиллерийское в Рязани, а затем на Ленинградский фронт. Одно из самых страшных воспоминаний – начало наступления в районе Пулковских высот. Первый раз в настоящую войну я попал 15 января 44-го года. Это был уже, что называется, самый передний край. Передовая-то, да? Да. Первый же день, первые же часы погибли. Вот так. А я не знаю, остался тело. И гранатами не выбрасывали, было дело. И чуть не заели. О том, что будет отмечать вековой юбилей, тогда, конечно, не думал. Слишком часто жизнь оказывалась на волоске. Однажды в окоп попала граната, судя по всему, фосфорная. И не оставила ни царапины. Левая половина, все, яйцо, шинель, сапоги, все зеленый цвет покрасился. И неделю я крашеный ходил. Питание войск под Ленинградом было, конечно, лучше, чем в осажденном городе. Но ветеран до сих пор помнит блюда из свекольной ботвы под названием жерлярд. Мирную жизнь почувствовал, когда смог досото поесть любимого блюда. Каша. Каша. Самая простая. Самая хорошая, интересная каша – это овсяная каша. По специальности, полученной в педучилище, Ипатий Лин так и не поработал. В 69-м попал на только что открывшуюся в Чебоксарах телестудию. Вот Николаев, космонавт. Они поют, он слушает, а я вот сверху снимал. В его трудовой книжке множество мест работы и профессий. Но больше всего юбиляр любил ту, что позволяло сочетать заработок и хобби – профессию лепщика. Капитель колонн русского драмтеатра в Чебоксарах – дело его рук. Его же бригада украшала жилые дома в центре. Вот эти старые дома, 50-х годов, там на комбинате, по проспекту. У них карнизы, ну, капители или как они там называются по архитектурному, не знаю. Они делали формы и потом отливали их. И вот все эти дома, их бригада делала в основном. Поэтому он когда проезжает и видит, говорит, о, это моя работа, это я оставил здесь в Чебоксарах свой труд. 3 февраля поздравить Ипатия Нисимовича приедут родные со всей страны. Мы желаем ему еще много раз услышать фразу «С днем рождения». Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.